норма вен эффективно полегшую симптомы варикозу та пиклуються провачене шки норма вен легкий сниг здоровье вен когда не бензия кстати заявил что украинцы готовили боевых комаров ну это голоса конечно как мы вообще могли напасть на страну которая управляет комарами самоубийство я после этого понял что не бензия это не фамилия это степень идиотизма легкая степень идиотизма это бензия а когда вообще это не бензия некоторые из вас повторили свою излюбленную луковую манту если бы не россия мы бы не оказались там где оказалось хочу в очередной раз напомнить вам мы бы не оказались там где оказались если бы в киеве 2014 году при прямом участии ряде ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот лидеры которого взяв с первого дня курс на извращение истории вытеснения русского языка спровоцировали острый внутренний гражданский конфликт вообще-то это путин начало своего обманули а нам надо покаяться три единая святая русь что за бред вы несете посмотри интервью с сыгановами и все в твоем мозгу станет на свои места пришли пошли родослав сикорский опровергает ложи и обвинение не бензи в совбезе он вот вот интересное кино посол не бензи назвал киев клиентом запада на самом деле киев борется за независимость от кого-либо он говорил о криминальном киевском режиме на самом деле в украине есть демократически избранное правительство он назвал их нацистами ну президент украины еврей министр обороны мусульманин и никаких политических заключенных они не держат это очевидный факт не бензи заявил что украина погрязла в коррупции что же алексей навальный документально подтвердил насколько честна и праведна его страна какого в мире нет я вас уверяю в мире нет а причем здесь путин да причем здесь путин он что законы принимает сикорский опроверг обвинение российского посла в русофобии фобия иррациональный страх однако почти каждый день нам угрожают бывший президент рф медведев и путинские пропагандисты видениями ядерного уничтожения это не иррационально для них всех там одномоментно наступит судный день очень быстрый и тяжелый крыться будет очень сложно то есть жахнем обязательно жахнем но не сейчас жахнуть надо ну мы маньяки если в твоих руках есть какое-то оружие а я как бывший президент знаю что это такое ты должен быть готов в определенной ситуации к тому что у тебя не дрогнет рука его применить все время всех пугали вот вот завтра россия использует тактическое ядерное оружие завтра вот то использует нет послезавтра ну и что это просто страшилки для обывателя посол сказал что россия всегда отвечала только на агрессию что делали российские войска у ворот варшавы в августе 1920 года они были на экскурсионной поездке мы напали чтобы на нас потом не напали а почему сейчас на нас не нападают кто же нападет на ядерную державу думай черепом то есть не собирались нападать а базы нато просто так приближаются то есть хотели напасть в северной корее одна бомба и никто не нападает какой дурак к нам сунется то есть нам ничто не угрожало весь мир против нас если не мы то нас бьем на опережение нет нацизму нет фашизму убить всех сравнять всех землей только по-человечески по-божески министр процитировал слова не бензи о том что война в украине это прокси война которую сша ведут против рф мой совет не попадайтесь в ловушку расставленную запада отведите войска к международной границе и избегайте западного заговора иронизировал сикорский мы многого не знаем не все так однозначно он также не согласился с утверждением что в 2014 году в украине произошел госпереворот и свержение законной власти янукович убил сотню соотечественников и был отстранен от должности демократически избранным парламентом в том числе однопартийцами януковича из партии региона но я прошу прощения да но так было посол рф в он заявил что россию невозможно победить никогда ни разу родослав сикорский напомнил что россия проиграла крымскую войну русско-японскую первую мировую варшавскую битву в афганистане и холодную войну но после каждой из этих неудач следовали реформы в истории россии поражение это всегда путь к реформам это очень важно понимать посол россии напомнил нам почему мы сопротивлялись советскому господству и почему украина сопротивляется ныне им не удалось подчинить нас тогда и не удастся сейчас у нас есть мощное оружие в виде шести байрактаров у нас есть два списанных ржавых корабля у нас есть четыре лодки 60 резиновых лодок это страшное оружие ну вот канавах вот этой канаве которую не построит оно пригодится да и в принципе вот все все что у нас есть для того чтобы мощно так сказать выступить оказывается для того чтобы дживелина стреляла точно нужно 3d карта а у нас она есть только на полигоне подо львовом потому что если она будет применять дживелина на донбассе точность выстрела будет ну минимальной соответственно американцы об этом знают и поэтому дживелины туда не поедут это самоубийство ритуальное самоубийство путинское самоубийство страны я не думаю что после всего что происходит что эта страна сохранится в том виде как она есть на что рассчитывал путин вон что доверял людям которому сообщали что украина в основном украина готова отпраздновать вместе 9 мая они пытаются повторить опыт видимо второй мировой войны когда маршал жуков не считался тоже с людьми когда это ты знаешь и ты видишь что это снова повторяется и рассчитывают на то что это будет победа победы не будет будет расплата за развязанную войну в поселке сумкино входящим в административные границы тобольска у клуба водник установили памятник защитником отечества во все времена однако не совсем понятно защитником какого именно отечества установлен этот монумент поскольку оказалось что на плите изображен вернер гольдберг военнослужащий вермахта послуживший фотомоделью в нацистской пропаганде как идеальный германский солдат заказчик передал фирме изготовителю эскиз памятника после чего его направили в одну московскую фирму которая обработала картинку и прислала обратно готовый файл для гравировального станка далее фирма изготовитель набила эту картинку на камень получается что московский ретушер во всем виноват они изготовитель не заказчик подвоха не почувствовали хотя на голове немецкого солдата красуется явно не советская каска согласен что мы это прекрасно видим на территории нацистской украины применение ущерб но мы бы хотели больше ущерба о и сперва форму каски чуток переделали а в первом варианте она была еще более немецкой главный редактор тобольской правды тимур волков продемонстрировал скандальный памятник чиновникам поселка сумкино и судя по всему идеальный нацист им пришелся не по душе теперь памятник выглядит так легким рощерком гравировочного станка гольдберг из солдата вермахта превратился в советского бурята или китайца что более политкорректно в нынешних условиях мы и я и мои коллеги признательны вам уважаемый товарищ председатель за сегодняшнюю церемонию мы видим не только что делается но и как это происходит это тоже знак особого внимания и уважения в основе которого безусловно безусловно лежат наши общенациональные взаимные интересы интересы наших народов и конечно наши с вами дружеские личные отношения это далеко не первый случай когда халатное отношение к героическому прошлому выставляет в позорном свете любителей пышных парадов и лозунгов деды воевали фашизм не пройдет спасибо деду за победу нацистский ничтожные подонок обращается к великому народу победителю особенно часто изображение нацистов вместо солдат советской армии можно лицезреть в преддверии дня победы в городе а лапаевск свердловская область фотографию немцев украсили георгиевской лентой по словам градоначальника всего на улицах города появилось 12 плакатов десять из них были адекватными и два фашистскими тем временем в ивантеевке московская область на рекламных счетах 9 мая рядом с георгиевской ленточкой и подписью они сражались за родину использовали снимок немецких пилотов бомбардировщика ю-88 ну чего здесь необычного в новосибирске местные власти решили увековечить себя любимых в городе появились постеры на которых в роли ветеранов войны изображены депутаты городского совета литовские пограничники задержали россиянина на инфинити с рисунком германского самолета ю-87 с надписью за родину на этом бигборде с днем победы поздравляет панцергренадер эсэс на фоне сербского флага на самом деле это российский перевернутый флаг а гранатой замахивается юный фриц вот с этой знаменитой фотографии данный бравый нацист так приглянулся дизайнером что с ним выпустили еще один плакат на сей раз в ухте более того здесь автор решил что одного немца на плакате явно недостаточно и добавил еще трех на задний план а уже такой мелочи как американский танк шерман с американскими солдатами изображенными слева наверное и говорить не стоит на этом бигборде позади дедушки ветерана фигуры высшего пилотажа демонстрируют не русские витязи и не стрижи а итальянские летчики из фретчи триколори собственно они и выписывают в небе триколор только не россии а италии родины фашизма особенно трогательно на фоне всего этого выглядит надпись помни ярко-красный с белым кругом и черными отметками в центре любители сравнивать советское наследие с фильмом но ясное дело взбудоражили на стене одного из саратовских общежитий появился баннер приуроченный к празднику но вроде бы все стандартно поздравительная надпись рядом с кадрами военной хроники вот только кадры то с нюансами пригляделись и увидели что на снимках вместо воинов красноармейцев почему-то солдаты и офицеры вермахта и такие истории я думаю чем дальше будет от нас победа к сожалению они будут повторяться у фашистов каска образца 1936 года имела конусный на затыльник который предохранял уши солдата вермахта от звуковой волны осколков у наших каски были округлой формы раньше каждый школьник знал различия между касками немецких и советских солдат времен второй мировой тогда больше интересовались истории с удовольствием смотрели фильмы о войне была наглядка специалисты говорят тут все очевидно кроме касок и квадратных немецких пилоток на снимках фельдфебель у которого над правым карманом изображение орла на другом с ним снимки подбитый танк т-34 внизу на немецком написано конфискован я до сих пор не могу понять каким надо быть идиотом чтобы перепутать советского солдата и солдата немецкого вот мне скажите дизайнер должен знать немецкий нет подбитый советский танк это вас не смущило в смысле там т-34 у Жени в первый раз появляется дню победы на плакатах изображения не наших солдатов фашистов потом пишут извинения кто-то спутал ничего дурного не хотел здесь не только нежелание думать и незнание истории здесь поверхностность равнодушие пренебрежение даже к своей работе быстро что-то сделал пошел пить кофе накидал есть такой такое слово накидал фотографии ссылок статьи и забыл заказчик то есть училище тоже не на высоте цепочка непрофессионализма у нас тянется сверху донизу азимир путин установил исторический рекорд по количеству голосов избирателей на выборах президента страны он впервые опередил по этому показателю дмитрия медведева выигравшего выбора в 2008 за путина проголосовали более 56 миллионов 200 тысяч человек это свыше половины от тех россиян которые могут голосовать подборные овации прошла московская премьера нового приключенческого блокбастера т-34 наш легендарный т-34 переехал украинские интересы и не заметил час назад в новосибирске встретили эшелон с легендарными т-34 поезд с танками который лаос передала россии в рамках военно-технического сотрудничество идет из владивостока в подмосковье первая премьера года фильм т-34 бьет все рекорды за несколько дней января его уже посмотрели полтора миллиона человек по всей стране в архангельских кинотеатрах с успехом идет российский блокбастер т-34 картина алексей сидорова установила целый ряд рекордов отечественные блокбастер т-34 продолжает бить рекорды проката ну а теперь новость которую мы прям и буждали-ждали-ждали примеры фильма т-34 в германии 34 продолжает бить рекорды был и миллиард рублей уже в прокате собрал фильм т-34 это новый рекорд в российском кино российская кинолента т-34 бьет рекорды проката новый фильм т-34 установил в прокате сразу несколько рекордов фильм который продолжает бить рекорды просмотров в эти зимние И каникулы тысячи волгоградцев спешат в кино, чтобы увидеть новый отечественный блокбастер Т-34. Отечественный блокбастер Т-34 продолжает бить рекорды проката. Т-34 бьет рекорды проката. Фильм Т-34 за три недели проката заработал 2 миллиарда рублей. И еще про Т-34, но уже про фильм. Свою победу одержал на этой неделе фильм о легендарном советском танке. И картина Т-34 уже побила рекорды по сборам в кинотеатрах, собрав свыше миллиарда рублей. Тысячи новосибирцев выбрали для семейного просмотра в кинотеатрах отечественную картину Т-34. Сборы по всей стране уже почти 2 миллиарда рублей. Рекорд за рекордом и по количеству просмотров, и по кассовым сборам. Ставит сегодня в прокате российский военный блокбастер Т-34. Первая премьера года. Фильм Т-34 бьет все рекорды. В смысле там Т-34? Нет, я набираюсь, танк, девушка. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Спасибо вам большое! Субтитры подогнал «Симон»!